привет всем по на канале позитивный огород сегодня буду осуществлять подкормку огурцов которые были посажены для раннего урожая то есть они у нас уже достаточно подросли у них активно начали формироваться новые завязи огурчики и сейчас их нужно подкормить таким удобрением которым будет содержаться и калий и фосфор и азот то есть меньше упор у нас идет на азот а больше на калий и фосфор именно для дальнейшего развития и корневой системы и для питания растения чтобы у нас как можно больше огурчиков завязывалась немножко покажу их и смотрите буду спасти такое удобрение нитрофоска здесь у нас их азот и фосфор и калий идет нас расход 30-40 граммов этого удобрения вносим его вокруг растений в почву и хорошенько ее проливаем гранулы у меня была добавлена земля точнее грунт смеси земли торфа навоз был отодвинут немножко и вот здесь вот в освободивашееся пространство был добавлен новый грунт то здесь корней никаких нет и сюда совершенно спокойно можно внести вот эти гранулы хорошенько это все пролить и растение будет это дополнительное питание мы покажу конечно огурчики уже не такие достаточно хорошенькие это у нас апрельский и это апрельский а вот самым далеке там начал формироваться зазубья эти растения не у нас больше находится на свету и соответственно не раньше вступать в плодоношение те огурчики которые ведь посажены около стены около той стороны теплица не формируются гораздо немножко попозже и не в таком количестве конечно сейчас мы их подкормим и надеемся что дальнейшем они будут лучше завязаться потому что некоторым огурчиком наверно не хватает питания и они немножко отсыхают вот хорошо видно эти 1 2 не завязался только 3 получается завязался огурчик и так вносим наше удобрение заделываем почвой и опять точно так же то есть главное нам где-то немножко вдали это сделать от корней чтобы прямого контакта сейчас не было затем уже когда мы прольем тигранулы начнут растворяться и соответственно огурчики обязательно получит это питание распределим так и с другой стороны тоже внесу удобрение можно конечно если у вас нет нитрофоски можете использовать золу берем один стакан просеянной золы заливаем его 10 литрами воды наставим течение двое суток и затем уже используем этот раствор 0 5 литра но одно растение но соответственно немножко можно рассчитать и полить огурчики также другие растения тоже очень хорошо отзываются на подкормку именно золой для полива обязательно используют теплую воду хорошенько проливаем и наши огурчики конечно должны откликнуться на эту подкормку бурным отношением хорошо провели и будем ждать хорошего результата но всем тем кому видео было полезным подписывайтесь на канал заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч